В заседании комиссии приняли участие главы поселений, председатели садоводческих товарищей, представители организаций. На повестку дня было вынесено три вопроса. Один из них – весенние паводки, которые наносят большой ущерб хозяйствам. Руководителям было рекомендовано в определенные сроки организовать профилактические меры по предупреждению затоплений. Особое внимание было уделено стратегическим сооружениям. На сегодняшний день у нас в районе 40 гидротехнических сооружений. Из них 14, это очень важно, являются бесхозяйными. И наша задача на сегодняшний день – эти 14 гидротехнических сооружений поставить на учет в Росреестре, потому как их необходимо содержать, обслуживать, чтобы не произошло стихийного события у нас. Вопрос очень серьезный. Мы будем смотреть как о состоянии этих сооружений, так и принимаем их мер, установив их на учет. Профилактическая работа навсегда лучше, чем принимать меры, когда уже случится несчастье. Поэтому мы решили еще раз закрепить эти вопросы. Руководителям предприятия и организации, независимо от форм собственности, было рекомендовано создать необходимый запас материально-технических средств для предотвращения подтоплений зданий, сооружений, территорий. Рекомендовано также усилить контроль за состоянием водоохранных зон и водозаборных узлов. Мы же должны работать все вместе. И хотелось бы акцентировать внимание на, если запросы поступают, то отвечать на наши запросы, если даже нет таких ситуаций, просим сообщать нам. На заседании обсуждались и меры обеспечения противопожарного режима на территории Ленинского района, а также мероприятия по предотвращению гибели детей на пожарах. Работа с молодежью, работа с детьми в наших образовательных учреждениях, детских домах, где мы должны детей, конечно, нацелить на безопасное поведение, в том числе и соблюдение мер пожарной безопасности, тех элементарных, которые все мы примыкли в школах изучать. Заместитель глава района Алексей Селезнев по завершению заседания призвал членов комиссии активизировать работу в целом, а должностных лиц к своевременному выполнению рекомендаций по предотвращению чрезвычайных ситуаций.